Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Пилим длинный материал, пилим короткий материал, производим поддоны. Производим поддоны для Германии, для Кёркера. Такая достаточно знаменитая контора. Мы нереально практически единственные в республике на них работаем. Сегодня до 75% продукции предприятия отправляются на экспорт. Правда, он не настолько прибыльный, как хотел бы хозяин, но Юрий считает, что главное дело идёт. Сегодня Кличев Агропромсервис даёт работу почти сотни человек при средней зарплате в 400 рублей. Кто дольше работает, тот хорошо и зарабатывает, кто не хочет работать, тот и не зарабатывает. Ну вы-то хотите? Конечно. Поэтому работаю 12 лет. Если бы я сюда не пришёл работать, я бы не знал, что такое пистолет, как делаются поддоны. И не знали бы, как зарабатывают деньги? Да, вот это самое главное, наверное. Собственный бизнес Гринюка начался с местного колхоза, где создали коммерческую структуру для продажи продукции. Время шло и всё менялось. Начинали с магазинов, перешли на более доходную лесопилку. Хорошо быть частником? Ну да, наверное, раз я работаю. Очень интересно. Хорошо, наверное, вряд ли, а интересно это точно. Кличевский район – лесной край, поэтому в будущем своего бизнеса Юрий Гринюк уверен. Но всё же его предприятие решилось на некоммерческий проект, совсем в другой сфере. Хотя речь тоже идёт о дереве. Это бывшая Усовская базовая школа. И это новая собственность предприятия Гринюка. Старое школьное здание в традиционном белорусском стиле станет агроэкоусадьбой, но своеобразной. Да, здесь будет сеновал, дом на дереве и конюшня, но самое главное – музей дерева. Вообще белорусы, как бушмены или пигмеи, это одна из… не белорусы, скажем так, славяне. Это одна из самых экологически безопасных с точки зрения существования Земли наций. Потому что весь этнос белорусов пронизан переработкой древесины. И вот так частник открывает дверь в другую область жизни, непроизводственную, вряд ли доходную. Но очень важно, чтобы сохранить часть национальной истории и культуры для тех, кто будет жить после него. И человек может окунуться в ту атмосферу, в которой жили наши предки, ну, допустим, 50-100 лет назад. Это вполне реально. Если люди выдержат экстрим, то, может быть, что-то и более дикое попробуем. Пока же планируют в старой школе сохранить деревянные рамы и печки. А экспонаты для музея дерева ищут на свалках, которые остаются от сноса деревенских хат. В чем вообще прелесть дерева? Ну, в том, что это все живое. На самом деле это ни на что не похоже. Каждая палка по-своему прекрасна. В Кличеве, который готовится принимать областные дожинки в этом году, программа ООН финансово поддержала пять проектов. Они разные, но все нужны людям. Таков был критерий отбора идей. В медицине, например, мы приобретем прибор, который позволит сделать анализ крови за две минуты. И людям не нужно будет ходить два дня в поликлинику, ждать результатов анализов. Можно за день получить результат и проконсультировать своего нужного специалиста. В Кличевском районе уже есть примеры успешно реализованных проектов. Например, фермерское хозяйство «Константа Арт». Тепличное хозяйство, где круглогодично выращивается зелень и овощи, работает по принципу органического земледелия. В этом же году в Кличеве вдохнут новую жизнь в старую хоккейную коробку, научат жителей частного сектора из органических отходов получать удобрения, а в местном музее сделают выставку продажу работ детей с ограниченными возможностями. Инициатива людей дает развитие району.